Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на моем канале. И в этом видео мы поговорим о средствах, которые регулируют чрезмерное потовыделение, а именно о дезодорантах и антиперспирантах. Я расскажу, что это такое и чем они отличаются, какие виды их бывают и как правильно их использовать. Также мы разберем основные компоненты антиперспирантов и поговорим непосредственно об их вреде. И в конце видео я расскажу, что такое минеральные или солевые дезодоранты. И действительно ли они безопасны для здоровья. Первым делом нужно разобраться, что такое дезодоранты и антиперспиранты. Все мы знаем этих два понятия, но часто их путаем. Честно говоря, между ними разница просто огромная. У нас в подмышечных впадинах очень влажная и теплая среда. Соответственно, там любят размножаться бактерии. Именно они испускают вот этот вот неприятный запах. А дезодоранты это средства, которые направлены на предотвращение размножения бактерий. А собственно, устранение запаха. Нет бактерий, нет неприятного запаха. При этом часто дезодоранты добавляют очень приятные отдушки. Итак, дезодорант это антибактериальное средство, которое только маскирует запах. Антиперспиранты это уже средства посерьезнее. Их действия направлены на блокировку потовых железок. Механизм действия очень прост. Во время нанесения антиперспирант взаимодействует с потом и превращается в такой гель, который закупоривает выработку пота потовыми железками. Создает при этом как будто такую пробку. По своему действию он более опасен, чем дезодорант, но при этом более эффективен. Дезодорант используют, например, когда незначительное потовыделение, но при этом есть неприятный запах. Антиперспирант наоборот, когда потовыделения очень много, но он практически без запаха. Дезодорант более безопасен, его можно наносить несколько раз в день. Антиперспирант достаточно одного раза. Не забывайте, что сам по себе пот это средство терморегуляции организма. Например, когда вам очень жарко, он выделяется для того, чтобы охладить тело. При этом именно пот выводит с организма все токсины. Я думаю, вы заветили, когда у нас температура или мы болеем, мы очень сильно потеем. Таким образом, организм не только регулирует температуру тела, но и избавляется от лишних токсинов. Вот почему важно правильно и четко подбирать свое средство. Также есть такое понятие, как дезодорант антиперспирант. Это средство довольно популярное на рынке, потому что оно не только защищает от запаха, предотвращает развитие бактерий, но и блокирует сальные железы, предотвращая потовыделение как таковое. Это очень мощное и эффективное средство, но не очень безопасное для всего организма. Сейчас на рынке представлен огромный выбор средств для защиты от потовыделения. В основном их выделяют в трех формах. Первый это дезодорант в спрее. Он наносится путем распыления. Очень эффективное средство, когда правильно используешь. Один из минусов, он может оставлять белые пятна на одежде, а иногда смешиваясь с потом, образуя желтые пятна на белой одежде. Дальше у нас идут дезодоранты в гелевой форме. Они очень удобны в нанесении. Есть вот такие вот твердые восковые формы, а также есть жидкие, которые прокручиваются и дырочками выделяется именно гель. Они обычно очень круто пахнут, сухо, приятно наносятся, но при этом они образуют пленку, которая не пропускает влагу и воздух в коже. А значит время воздействия строго ограничено, потому что потовые железы должны работать. И последняя форма это вот такой вот роликовый жидкий дезодорант. Он легко и очень быстро наносится, но при этом нужно ждать, когда он впитается или засохнет. Если вы спешите, это вам определенно не на руку. Все мы используем дезодоранты или антиперспиранты каждый день. Но не все углублялись в вопрос правильного нанесения и использования, а это очень важно. Сейчас я расскажу об основных правилах нанесения и время воздействия на кожу. Итак, первое правило наносить антиперспиранты только на чистую сухую кожу. Допустим, вы приняли душ и хотите сразу же нанести дезодорант, но это неправильно. Нужно обязательно подождать минимум 2 часа, потому что во время вводных процедур у вас кожа еще напитана водой. Если вы нанесете на нее антиперспирант, никакого смысла с этого не будет. Нужно подождать, пока тело немножко остынет и высохнет. Только после этого наносить средство. И не забывайте, если у вас дезодорант в виде спрея, начинать распылять его нужно на расстоянии 20-30 сантиметров от тела. Если будет ближе, будут белые пятна. Если будет дальше, никакого эффекта не будет. Вы просто это вдохнете легкими, и там оно и останется. А это очень небезопасно. Также нельзя наносить дезодоранты сразу же после удаления волос, в подмышечных впадинах, после бритья, эпиляции и так далее. Потому что это может вызвать аллергическую реакцию. Все мы помним рекламу, там где спрей антиперспирант щедро наносят на грудь, в подмышки, везде, где только можно, лишь бы привлечь женщин. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Но это делать категорически нельзя. Дезодоранты можно, антиперспиранты ни в коем случае. Они блокируют выработку пота. А все-таки он регулирует температуру тела. А значит, антиперспиранты мы не наносим на грудь, лоб, стопы и спину. Только в подмышечные впадины. Еще важное замечание. Если вы занимаетесь спортом, лучше использовать дезодоранты. Все-таки вы выводите токсины. Вам блокировка желез ни к чему. Тем больше пота выводится, тем больше токсинов из вас выходит. Если же вы хотите защитить себя от неприятного запаха, то используйте дезодоранты. Антиперспиранты отложите куда-нибудь в сторонку. И обязательно все средства мы смываем на ночь. Обязательно в порядке. Дальше я хотела бы поговорить об основных компонентах и о составах антиперспирантов и дезодорантов. В чем же подвох и почему это средство считает канцерогенами. Основным веществом, которое блокирует выработку пота, является комплекс алюминия и цинка. Самым основным и самым загадочным компонентом является соли алюминия. Именно эти вещества блокируют потовые железы и помогают компонентам очень быстро впитываться. В составе любого антиперспиранта минимум 20% солей алюминия. Не забываем, что это тяжелый металл, который имеет свойство накапливаться в организме. Именно этот компонент вызывает бурю разных споров по поводу безопасности и небезопасности дезодорантов. Есть мнение, что именно соли алюминия при определенной концентрации способны вызывать рак молочной железы. Также бытует мнение, что чрезмерное использование антиперспиранта может вызывать болезнь Альцгеймера. А уловили эту зависимость за счет того, что при болезни Альцгеймера алюминий в чрезмерном количестве накапливается в мозге человека и вызывает его разрушение. Конечно же, это все официально не доказано, но и опровержений этих фактов тоже нет. Следующим опасным ингредиентом является триклозан. Это компонент химического предсхождения, который обладает антибактериальными свойствами. Но при этом он не разделяет бактерии на нужное и ненужное. И таким образом уничтожает естественную микрофлору человека, который находится на поверхности кожи. В целом, этот компонент тоже имеет свойство накапливаться в организме, вызывает раздражение, а иногда переходит в термотиты кожи. Также он негативным образом влияет на гормональную систему. В таких странах, как Канада и Япония, использование триклозанов в дезодорантах и антиперспирантах строго ограничено и регулируется нормами законодательства. Следующий опасный ингредиент в антиперспирантах – это пропиленгликоль. Он помогает связывать влагу и удерживать ее. По сути, это увлажняющее средство, но при этом опасность его заключается в том, что пропиленгликоль несколько раз превышает впитываемость вредных компонентов в кожу. Еще один, казалось бы, безопасный, но очень коварный компонент – это тальк. Это легкий минерал, который хорошо адсорбирует, то есть впитывает влагу. В основном тальк используется в производстве таких пудровых текстур. Это, например, тени для век, это пудра для лица и так далее. В частности, это сухие антиперспиранты и дезодоранты. Все бы ничего и, в общем-то, этот компонент безвредный, но все дело в том, что в нем могут содержаться асбестовые волокна. А они находятся в списке одних из самых опасных канцерагентных веществ, которые могут вызывать рак. При этом содержание асбестовых волокон в тальке не регулируется. Вот в чем весь подвох и вот в чем вся опасность. И последние два компонента – это парабены и спирт. Парабены – это консервирующее средство, которое продляет срок годности любого косметического средства. Все мы знаем, что спирт у нас уничтожает бактерии, он быстро высыхает, но при этом пересушивает кожу и может вызывать раздражение. В среднем его в составе около 40%. Еще раз повторюсь, все эти компоненты в основном присутствуют в антиперспирантах. Но при этом, например, прямая зависимость, возникновение рака и использование антиперспиранта с алюминием не доказана. Я извиняюсь сразу, что вас напугало разными вредными компонентами. Итак, следующий вопрос – это органические или натуральные антиперспиранты-цедоранты. Бывают ли такие? Действительно ли они не вредят здоровью человека? Итак, разузнав об относительном вреде антиперспиранта на человека, ученые США первыми разработали натуральный дезодорант. Вместо солей алюминия дезодоранты и антиперспиранты сделаны на основе минеральных солей. Их называют еще квасцами. Если сильно прям внедряться вопрос, в минеральных солях тоже есть алюминий. Но он в неактивной форме и не вступает в реакции. Он не может проникнуть вовнутрь. К счастью, у нас уже на рынке есть натуральные дезодоранты-антиперспиранты, в которых в составе абсолютно нет алюминия. В любой форме. Активная, неактивная и так далее. Его просто исключили или заменили на другой компонент. При этом на эффективных дезодорантов это никак не повлияло. В основном натуральные дезодоранты в виде такого вот соли. Самым популярным натуральным дезодорантов является кристалл. Или кристалл. Это такой солевой дезодорант, который выпускается в твердой форме и напоминает действительно какой-то кристалл соли. Чтобы его нанести на кожу, нужно его размочить в воде и только после этого нанести. При этом ни один компонент не накапливается в организме. Сейчас солевые дезодоранты натурально достать не так уж просто. Но все дело в том, что он не стоит недешево. Ну, я считаю, что на здоровье не экономит. На этом все. Тема получилась очень обширная, а видео длинным. Сразу же изменяюсь. Если вам было полезно это видео, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Внизу под видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пишите, какая тема вас еще интересует. Я обязательно вам о ней расскажу. А я вас всех целую. И пока. И сегодня я хотела бы поговорить с вами об очень неудобной и странной теме. Неприятный запах ног. Воняют ноги. Что делать, когда воняют ноги? Это очень странная проблема, о которой как бы и стыдно говорить, но и нужно решать. И как можно быстрее. В этом видео я хотела бы поговорить о причинах неприятного запаха ног и способах их устранения. Основными причинами неприятного запаха ног по golduan оборудования. Продолжение следует...